Наш новый холодильник. Ну что, уже сделали примерку нашего холодильника. Сейчас будет очень сложный процесс, нам нужно выставить стойки шкафа и соответственно потом уже по этим стойкам выставить нашу душевую комнату. Единственное, что нам нужно будет еще сделать, это перевесить нашу дверцу, чтобы она открывалась в другую сторону. И именно сейчас мы этим и займемся. Ребят, есть разные цвета у холодильников, но мы выбрали черный глянец, насчет пальцев, рук и всего остального нет, ничего не остается. А вот пыль, ну да, ничего страшного, будем его перед каждой фотосессией натирать, будем наводить порядок, чтобы все выглядело красиво. Попробую все таки вот отсюда начать. Панелька останется с этой же стороны, а дверца перейдет сюда. Для чего мы меняем сторону открывания дверцы? Ну, так как холодильник у нас будет стоять в шкафу, то нам нужно, чтобы дверца открывалась в сторону нашей кровати. И, соответственно, будет открываться сюда, шкаф тоже будет открываться сюда, то есть на спальную зону. А когда ты стоишь готовишь, если открывать другую сторону, то места станет совсем мало. Ну, и за счет того, что в холодильнике можно дверцу менять местами, мы решили, в принципе, этим воспользоваться. У нас весна, птички поют, хорошо. Просто переставить мы его не сможем. Нам нужна сейчас будет плоская отвертка и нужно выкрутить вот этот штифт. Штифт выкручиваем, закручиваем в это место и по сути на этом все. Здесь тоже надо будет перекрутить вот этот штифт. Холодильник этот встраиваемый, то есть, соответственно, вот здесь у нас есть заглушки, то есть четыре штуки, подвес каждой стороны. Заглушки мы удаляем и потом шурупами вкручиваемся в стену. И таким образом он у нас будет заподлицо. По отношению к тому холодильнику, который у нас был в прицепе, да, с верхней загрузкой, там было всего лишь 30 литров, здесь 65 литров, что как бы в два раза больше больше, да. Но туда можно было открыть и натрамбовать прямо под завязку. Сюда будет натрамбовать гораздо сложнее, поэтому объем будет немножечко, как говорится, меньше, чем 65 литров. 65 это же чистый объем. Ну, все равно, в любом случае, литров 50, а то и 55 сюда можно продуктов натрамбовать. Но что для нас большим является плюсом, в том холодильнике-морозильнике у нас выставлялась общая температура на всю камеру. здесь же у нас отдельно морозильничек, вот такой на магнитной подошве, огромный довольно-таки морозильничек, в который можно положить пельмешки, мороженка, ну и много чего, что нужно будет заморозить в дороге. А во весь остальной объем холодильника вы уже размещаете продукты, которые вам замораживать не нужно. Можно вообще вот это все убрать. вот так вот дверца снимается и тогда это будет общий объем, то есть можно либо замораживать, если сделаем общий объем, то до минус 12 градусов, либо же это будет просто большой холодильник. то есть сюда также ставим обычные продукты и вот тогда объем вырастает намного больше. ну и снизу фруктики, овощи. Все круто. И также у нас на дверце есть яички положить, водичку. Ну, в принципе, все круто. Так, верхнюю часть я перекрутил, здесь все просто, да. А нижняя часть немножечко по-другому устроена, то есть нужно наклонить холодильник, взять отверточку и полностью открутить вот эту ножку и с одной стороны и с другой. То есть поменять их просто местами. Так, сейчас мы будем делать обрешетку нашего шкафа, то есть в самом низу сделаем, чтобы закрепить потом фанеру или еще какой-то материал, пока еще не решили. Потом будет примерно вот на таком уровне. Здесь и уже под самым потолком. Ну, я думаю, этого должно быть достаточно. Все, первый каркас заложен на зарплате. Ну, прям вот, знаешь, такое вроде ничего крепко получается. Ну, что, наконец-то мы решили включить наш холодильник. Холодильник работает довольно-таки тихо и это очень радует. На панели управления мы видим температуру, также можем менять здесь температуру, включать и выключать холодильник. И также этим холодильником можно управлять с помощью смартфона и наш холодильник внутри подсвечивается, что немаловажно. Вдруг кого-то заинтересует, ссылочка будет в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok